Здравствуйте дорогие друзья! Буквально пару дней назад выпустил видеоролик о том, как избавиться от воды в салоне, которая под ковролином накапливается у многих. И мне многие начали писать в комментариях, ты бы лучше бы объяснил, как для начала не допустить появления воды под ковролином и откуда она там берется. Сегодняшняя тема видеоролика именно об этом. Друзья мои, конечно же, вода просто так не появляется. Конечно, если вы постоянно где-то в снегу, ноги в снегу, ставите на коврик, естественно, это все тает, потом опять снег, опять занесли, многие так ездят, я знаю, конечно, тогда вода накапливается. Но это не основной случай, когда накапливается вода на напольном покрытии вашего автомобиля. Основной проблемой накопления воды, появления воды именно под напольным покрытием автомобиля, это является засорение или повреждение дренажной трубки. В каждом автомобиле в районе воздухозаборной части, то есть перед торпедой, под капотом, там, где у вас происходит забор воздуха, где у вас стоит воздухозаборник, вот туда вместе с воздухом попадает вода. И для того, чтобы вода именно вот с этой ванночки вышла, а там, получается, сделано так, что типа ванночки, там специально есть дренажное отверстие. Бывает одно дренажное отверстие, бывает несколько. Друзья мои, конечно же, все зависит от конструкции автомобиля, и нужно смотреть именно, какая у вас конструкция. Бывает такое, что там есть сливное отверстие, и резиновая трубка одетая, вставленная, и эта трубка выходит наружу, за пределы салона автомобиля, чтобы вода с этой ванночки воздухозаборной стекала непосредственно за пределы кузова автомобиля. Но, бывает такое, что при монтаже, при сборке, либо при ремонте, задели, передавили эту резиновую трубочку, бывает ее сорвали, она соскочила, и вся вода с этой ванночки воздухозаборника течет нам в салон. И это приводит, естественно, к тому, что образовывается вода непосредственно под напольным покрытием нашего автомобиля. Также бывают и повреждения непосредственно самой этой ванночки. Были случаи, когда где-то проджавела маленькая дырочка, или пробита, или что-то еще. Ну, в общем, каждый случай индивидуален, и нужно изучать, друзья мои. Если у вас появляется там вода, то, конечно же, проследите внимательно, откуда она там берется. И проследите именно эти сливные дренажные отверстия. Можно их даже почистить, потому что иногда они забиваются листьями, грязью или тополиным пухом. Все это набивается непосредственно в эти дренажные отверстия, и бывает их закупоривают. Потом уровень воды растет запредельно, и вода затекает нам в салон. Друзья мои, проверяйте дренажные отверстия, и тогда воды в салоне вашего автомобиля больше не будет. Надеюсь, друзья, я достаточно понятно объяснил. Если это так, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на канал. И не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы, друзья. Всем пока.